Ребята из политической партии «Новые люди» для пиара себя и своей деятельности применили интересное и современное решение. Привлекли мелких блогеров. Известно, что на предвыборные обещания и политические программы в России всем давно пофиг. Срабатывает так называемая контентная слепота. Эффект, когда человек в информационном потоке не воспринимает определенную информацию. Например, рекламу. То есть проводились эксперименты, человек слушает лекцию по истории, и он запомнил, что сделал такой-то царь в такой-то год, но не запомнил ничего из рекламной вставки. Ни бренд, ни рекламный слоган, ни даже что за товар рекламировался. То есть запомнил только, что была какая-то реклама после Петра Первого и после Екатерины Второй. То, что известных блогеров приглашают в политические проекты, это известно давно, но известный блогер и стоит дорого, и не со всеми политиками будет общаться, так как дорожит своей репутацией и своим контентом. Например, известный гоблин по имени Дмитрий Пучков. Автор мема «Малолетние дебилы». Как только начал поддерживать политику российской власти, так сразу у него снесли ютуб-канал с двумя миллионами подписоты нафиг, чтобы другим не повадно было. А большинство известных блогеров с политическим контентом вообще иностранные агенты и живут за границей, и им неинтересна тема предвыборной борьбы второстепенных российских политических партий. И с учетом этого новые люди пригласили на беседу со своими политическими активистами, мелких блогеров. По-научному микроинфлюенсеров. И провели диспут по стандартным общественно-политическим вопросам, типа высшее образование, смертная казнь и семейная жизнь. И получилось очень интересно. Их политики говорят все стандартно, правильно и политкорректно, а блогер начинает говорить так, что его интересно слушать. И получается сразу и интерес к теме, и борьба с контентной слепотой, когда стандартная речь политика не воспринимается аудиторией. Потому что все прекрасно понимают, что в России любому политику пофиг на своих избирателей. Так же, как и избирателям, пофиг на него. Поэтому абсолютно пофиг, за кого голосовать. Голосуй за, а мне пофиг. Перевожу на политкорректный язык. Никакой политический деятель, получив власть, не будет защищать экономические и политические интересы своих избирателей, потому что эти избиратели не имеют возможности и желания на него надавить. Так как россияне не умеют и не хотят пользоваться стандартными и законными инструментами буржуазной демократии. И поэтому в рамках пофиг, за кого голосовать, избиратель выбирает того, кого запомнил по присутствию рядом с ним блогера, который он смотрит. Новые люди заявляют, что они ориентированы на молодежь. И поэтому мы считаем, что их решение использовать блогеров в своей предвыборной агитации – это правильное решение. Но для этого им надо будет постоянно общаться с самыми разными блогерами и активно пирать и их, и тему общения с блогерами в соцсетях и в средствах массовой информации. Пусть приглашают нас в свои проекты, а если еще нас попиарят, подонатят, то мы, скажем, голосуйте за «а мне пофиг», где вместо «а мне пофиг» будет нужный кандидат и нужная партия. Как вы думаете, кто победит на выборах? «А мне пофиг». Мы политические пофигисты, нам пофиг и на политику, и на то, кто победит на выборах, но нам не пофиг на тех людей, с которыми у нас общие интересы. А мне пофиг. А мне пофиг.